уважаемые подписчики вы наверняка уже слышали о презентации нового хостинга в россии под названием платформа это практически точная копия ютуба поэтому сейчас вновь заговорили о закрытии youtube и на просторах федерации ранее прикрывать этот хостинг не хотели из-за того что дженер youtube не отвечает современным тенденциям здесь я пожалуй соглашусь а вот новый хостинг платформа мне понравился я там зарегистрировал наш канал который также называется гбц ремонт поэтому подписывайтесь на наш канал в дженер youtube и конечно же в первую очередь на платформе традиционно все ссылки на эти хостинги будут в описании под видео доброго всем работа приехала гбц от автомобиля хендай санта фе 2 и 2 дизель подозрение на трещины из рубашки охлаждения в цилиндре шел белый дым из трубы и уменьшался уровень охлаждающей жительства ну здесь конечно же и семи пядевого лбу иметь не нужно чтобы не видеть трещины эти трещины здесь видны и видны они визуально и в этой головке их три трещины освещение выпускное седло проверю по вылету хлапана в зону срабатывания компенсатора если в этой гбц проблемы с просадкой сюда по данным замеров понимаю что клапана находится в стандартной зоне плюс-минус небольшое отклонение 5 соток десяток стандартно мечу клапаны рассухариваю клапаны магнитным специальным рассухаривателем и рассухариваю их абсолютно легкими ударами то что не рассухарилась магнитным рассухаривателем я не буду усердствовать чрезмерно а просто дорассухарю стандартным струкционным рассухаривателем у первого рассухаривателя сухарики прилипают специальном месте на магните а здесь эти сухарики я извлекаю магнитом на ножке извлекаю впускной и выпускной пружины смотрю на них как обычно сравниваю по виткам по частоте на вивке по диаметру проволоки диаметру самих пружин и также высоте чтобы понять одинаковые здесь стоят пружины на впуске и выпуске или нет здесь и там и там стоят одинаковые пружины извлекаю из головки все тарелочки и все пружины как всегда на тактильных ощущениях и лишь первоначально смотрю на зазор во втулках теперь снимаю сальники клапанов с направляющих оценю их состояние да резинки на сальниках уже порядком дубовы снимаю удаляю их естественно все возьму два клапана и посмотрю на износ ножек он составляет не более десятки и это вполне нормально протру стебель клапанов от масла и проверить теперь уже зазор без сальника на выпуске этот зазор явно ощутимо больше чем должен быть выпуск однозначно под замену ну а что касается впуска то позже проверю точно нутромером биение в клапанах не выявлено все в пределах нормы 3-4 сотки ну а прессовка конечно же не удивила одна из трещин на минимальном давлении дует скорее всего остальные трещины дуют но увидеть мы их не сможем так как весь воздух выходит через эту огромную дырку но нам собственно это видите нужно так как вы сами понимаете что трещины мы будем варить все и понятное дело оставлять ибц с такими трещинами нет смысла и мы конечно же не станем после согласования работ и суммы я приступаю к ремонту первым делом механическая очистка и естественно очистка в мойке с применением хим средств и всевозможных счетов перед заменой втулок измеряю вылет втулок из головки традиционно подбираю выколотку и оправку для монтажа новых втулок подберу дистанционную шайбу чтобы можно было не глядя стареть втулки до определенного уровня сварщик выполнял свою часть работы заварила трещины и пока головка горячая я извлекаю старые выпускные втулки которые идут в этой головки под замену на некоторых втулках есть небольшие потяжки которые поцарапали посадочное место хоть и не сильно но все же поцарапали поэтому для исключения протекания в этих местах масло и оставлю их на герметик герметик заполнить места царапок и это устранить возможный дефект после монтажа первой обязательно контролирую вылет втулки мало ли что и 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 после запрессовки всех выпускных втулок обязательно проскочу и промеряю вылет на всех втулках мало ли где то чего то не срослось где то чего то не добил где то чего то не стало на свое место обязательно проверю вылет на всех буквально втулках После остывания ГБЦ я, конечно же, опрессую головку и посмотрю, все ли у нас там в порядке. На данный момент опрессовка ничего не показала, поэтому я снимать не стал. Головка отправляется на расточку под посадочные места седел клапанов. Подготовив места, расточник делает промер новых седел, которые затем, конечно же, изготовит нам токоль, а я их вставлю в расточные места. Пока все это происходит и движется своим чередом, я готовлю клапаны. Чищу и восстанавливаю фаски на тарелках. Также после расточки остаются заваренными отверстия свечей и немного наплавленные отверстия форсунок. Вот как выглядит нормальный, скажем так, цилиндр, а это с заваренными отверстиями. Для их сверловки из нашего большого набора я подбираю направляющую втулку и сверло по диаметру посадочного места свечи. Направляющая втулка закручивается в резьбу свечи и она задает мне направление сверления, чтобы сверло не ушло в сторону. Закручиваю эту направляющую и сверлю. Этот пассаж я выполняю на всех заваренных цилиндрах, то есть восстанавливаю канал свечей на всех заваренных цилиндрах. Подобным же образом подправляю и отверстия форсунок. Только направляющая будет ставиться в колодец форсунки. Ну а далее стандартная работа. Нарезка на новых сведео новых фасок, делаю я это профильным резцом. Далее контроль по резке притиркой и вакуумом. Естественно фрезеровка поверхности, как заключительный этап механической обработки. Далее останется только мойка и сборка. Далее идут сальники клапанов. Затем расставляю по своим местам клапаны, конечно же предварительно выведенные в зону срабатывания компенсатора. Смазываю стебель клапана и фаску тарелки маслом. Следом будут пружины с тарелками, которые я предварительно вложил в сухарики. Ну и конечно же при помощи того же нашего дружбана, струкцинного рассухаривателя, я засухариваю клапаны механизм. Обстукиваю торцы ножек клапанов для того, чтобы сухарики заняли свое родное место. Головка готова к выдаче. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу. Ссылки на оказание помощи будут стандартно в описании под видео и без аварийных вам поездных. Продолжение следует... Продолжение следует...